Дорогие соотечественники! Восточная мудрость гласит Когда караван меняет свое направление на 180 градусов, последние верблюды иногда могут оказаться в числе первых. О чем пойдет речь в нашей сегодняшней авторской программе «Позиции»? Вот о чем. Через два месяца, в январе, время состоится международный конгресс по устойчивому развитию. На этот конгресс от Молдовы меня пригласили в качестве участника и докладчика. Это меня вначале немного смутило. Трудно было понять, как среди таких стран-представительниц, как Соединенные Штаты Америки, как страны Евросоюза, как Россия, Китай и другие гиганты мировой экономики. И как маленькая Молдова, вроде как находящаяся где-то на отшибе на обочине мирового прогресса, чем интересен ее голос может оказаться на этом конгрессе. Это для меня было большой загадкой. А потом я вспомнил, что как-то мы с моим дорогим товарищем, с Валерием Демидецким, обсуждали одну очень странную проблему. А именно то, что все процессы, которые мы видим на Украине, в других странах, вот эти процессы деградации, оказывается у нас в Молдове, в силу нашей малости, в силу нашего геополитического положения, оказалось, что идут гораздо быстрее. И вот этот наш отрицательный опыт, по-видимому, представился очень интересным, просвещенному человечеству. А с другой стороны, с других позиций, можно сказать и так. Не являемся ли мы в какой-то степени некой лабораторией Европы, Евразии, где в силу того, что процессы все у нас идут гораздо быстрее, на нас можно прощупать пути к будущему. Но не только в его негативном аспекте, как это не покажется странным, и в позитивном. Поэтому я решил, самое время приглашать Валерия Демидецкого снова в студию и обсудить то, что происходит в мире, что происходит с нами, почему вдруг появилось такое ощущение, что караван как-то начинает поворачивать прямо в противоположную сторону. Караван мировой истории, караван мирового развития. Отнюдь неустойчивого и достаточно противоречивого, но устремленного все-таки в будущее. Валерий Демидецкий, я очень рад, что ты согласился прийти и вот снова вот эту парадоксальную тему, что оказывается государства вроде такие, как мы в хвосте Европы и так далее, вдруг их опыт оказался интересен мировому сообществу. Вот что, на твой взгляд, из того, как обсуждалось это, и как мы с тобой часто поднимали наши телезрители, вопросы задавали, что можно усмотреть в ветрах истории? Ведь отнюдь не случайно победа Трампа, победа Болгарина, социалистов в Болгарии, это из ЕС, победа Игоря Додона, социалистов у нас, и вообще изменение как-то вот этих трендов и настроений в Брэксит, как-то, ну, вот все начинается, пазл этот складывается, и самое удивительное, один достаточно мудрый, судя по тому, что он сказал, германский журналист, немец, сказал так, говорит, «Слушайте, у меня такое впечатление, что наши политические деятели в Евросоюзе напоминают мне учеников, у которых учитель покинул класс. Одни, говорит, продолжают усидчиво, упорно продолжать исполнять задания, которые им задал ушедший учитель, другие начинают дебоширить, дергать за косички друг друга, там, драться, щипаться и так далее, а третьи говорят, а мы сами с усами, не надо нам никаких учителей». Вот в этом юморном таком аспекте, чтобы жизнь достаточно трагична, чтобы в ней юмор, в котором, как известно, в каждой шутке всегда есть доля шутки, остальное истина. Вот что ты усматриваешь с твоим тонким чутьем и опытом вот этих всех международных трендов, которых, слава Богу, мы насмотрелись за нашу жизнь предостаточно? Ну, по моей работе мы больше следим за тем, что говорят другие умные люди, да, вот последнее заявление уходящего президента Германии, который уже свободен от каких-то условностей, да, и он на днях заявил о том, что, может быть, необходимо прекратить расширение ЕС, и с тем, что ЕС стал расширяться слишком быстро, и слишком быстро начали навязывать вот эти принципы и ценности, да, всем людям, и, может быть, людям очень хочется жить, пока еще пожить в своей отдельной квартире, да, прежде чем приступить к этим глобализмам, все поделить, да, вот, ты помнишь, была история такая печальная с головокружением успеха у товарища Сталина, да, когда всех загоняли в колхозы, но там была экономическая необходимость, или Советский Союз должен был пробежать за 10 лет то, что другие страны тратят по 50, по полвека, да, совершить индустриализацию, потому что была подготовка к Второй мировой войне, и все великолепно знали, что она будет, да, и там где-то еще можно было каким-то образом понимать, да, что вот людей ломали через колено. Силу необходимости. А сейчас вот такой необходимости нет, то есть можно все делать эволюционным путем, торопиться некуда, да, и гнать людей, там чуть ли не там было, ну не знаю. Счастью кнутом. Счастью кнутом тоже не имеет смысла, да, поэтому я считаю, что многие очень говорят, что вот победил Трамп, и политика США изменится. Я был убежден, что я разговаривал с людьми, со своими ТАССовскими коллегами, которые работали в Соединенных Штатах Америки не один десяток лет, да, и когда они мне сказали еще за две недели до выборов, что победит Трамп, я был очень сильно удивлен, потому что я здесь, в Молдове, наблюдал телевидение, потому что буквально у нас даже утюг говорил, что победит Клинтон. А тут, понимаете, вот такое, а они знали об этом, и когда я их спросил, почему, они сказали, что есть тенденция. Американцы очень прагматичные люди. Они никогда не идут до конца, то есть они когда видят, что ситуация меняется, да, они принимают решения, носят коррективы. И, безусловно, с Трампом или с Клинтоном политика США претерпела бы изменения. Изменения. Почему? Потому что она оказалась у многих на Ближнем Востоке, на Украине, она оказалась провальной. И нужно ситуацию менять. А ситуацию американцы любят менять следующим образом. Когда у них что-нибудь не получается, они находят козла отпущения, которому сбрасывают эту проблему, и начинают заниматься следующей. Вот. Скорее всего, я думаю, что вот эта ситуация на Украине будет сброшена Евросоюзу, и Евросоюз это уже понял. Вот. Да. Это уже понимает. Вот мы в этой ситуации тоже в сложной ситуации оказались, но наши политики тоже оказались к этой ситуации, к новым трендам, неготовыми, да. И по инерции. Да, да, да. Ты абсолютно прав в том, что, если Америку можно назвать большим плавильным котлом, да, но там процессы идут сложнее, и в Европе идут процессы сложнее. Вот в нашем маленьком кокелке мамалы говорится быстрее. Может, поэтому тебя позвали, как сказать, как ее мешать. Справа налево или слева направо. Что нас ждет. Да, и им интересно, а что произошло в Молдавии, действительно? И что их ждет по этой модели? Почему в Молдавии, да, вот за 6 лет правления европейской коалиции, которая, так сказать, проводила политику евроинтеграции, вдруг население 70% прикоммунистов, которых все проклинали, они любили, якобы за их антиевропейский курс, хотя они, Владимир Воронин, был уже сторонником европейского курса в 2009 году, да. Но, тем не менее, количество населения, которое ратует за европейскую интеграцию, сочувствующих тогда 70% до 35%. То есть, странным образом, при евроинтеграторах произойдет как раз переворот сознания. И здесь, конечно, бы нашим политикам повнимательнее просмотреться к этим процессам, но, к сожалению, они ведут себя, как пастушок из старой байки. Помнишь такую байку, когда пастушок разыгрывал село и все время кричал волки? Ну, люди один раз прибежали с виллами его спасать, второй раз прибежали с виллами его спасать, а в третий раз, когда уже волки появились и стали грызть его из стада, никто не прибежал. К сожалению, наши политики себя ведут, как этот пастушок. Они продолжают ездить в Брюссель на запад и говорить, так сказать, о страшной русской угрозе. И в Москву, да. А в Москву пытаются пугать НАТО, объединением с Румынией и так далее. И вот по последней реакции уже из этих столиц я уже вижу, что мы попадаем в ситуацию этого незатейливого пастушка. Допустим, две поездки, которые были сейчас у господина Калмыка и у господина Филиппа в Брюсселе, у господина Калмыка в Москву, были поданы нашей прессе, как такие прорывы, успехи и так далее. Но никто не обратил внимания на заявление господина Хана, который сказал, что, ребята, а с миллиардом надо разбираться и со всеми этими пакостями, которые были совершены при правлении европейской интеграции, нужно что-то решать. В Москве тоже было заявлено, но никто не обратил внимания на заявление того же Рогозина, что решать-то проблемы будем с новым президентом, когда он приедет, вот тогда и будем решать. И проблема рынка и так далее. И будем решать именно, и еще ранее говорил Путин о том, что будем решать не только с Молдавией, но и с Европой. То есть нужно садиться втроем, за стол переговоров, что, конечно, было бы лучше сделать до того, как мы подписали это соглашение, лишились главных рынков на Востоке. С другой стороны еще, знаете, вот меня удивляют эти бравурные заявления о том, что нам опять дали в долг. Какое счастье, что тебя на игру в долговую посадили. Но знаете, самое интересное, что у нас треть бюджета уже сформирована из этих кредитов и грантов, но каждый нормальный человек, который дружит с мозгами, я не думаю, что он радуется о том, что пенсии и зарплаты ему выделят из кредитов, которые ему уже придется и отдавать. Причем с процентами. То есть отдавать будет не господин Филипп, не правительство, не наши люди, которые находятся в правящей коалиции. А через тарифы, через всякие грабительские. Поэтому радоваться таким новостям, конечно, могут только очень, так сказать, недалекие люди. Это во-первых. Во-вторых, есть еще одна вещь. Когда мне говорят о евроинтеграции, я все время спрашиваю, скажите мне, что это такое? И мне вот эти люди, которые занимаются пропагандой этого, говорят, это принципы и ценности. Европейские принципы и ценности. Я говорю, хорошо. Тогда что? Если в Европе поддерживают правление и политиков, которые обманули собственный народ, украли миллиард, сформировали правящее большинство, Бог весь какими методами, мы все знаем великолепно, так это и есть принципы и ценности. Тогда я, извините, не знаю. В их реальной реализации. Да, да. Не в декларативной, а реальной. Если это так, тогда я эти принципы и ценности видел в гробу, потому что они меня не устраивают. Мне обычно, я считаю, что политик, который скомпрометировал себя какими-то грязными действиями, главный принцип, он должен уйти и уступить место другому. Тому, кто еще не сделал этого. Который имеет еще какой-то кредит доверия от населения. К сожалению, у нас происходит вот таким образом. Мы ведем себя как тот пастушок. Мы хотим опять всех обмануть. И на Западе, и на Востоке, и на самое страшное, мы опять хотим обмануть наших людей. И это, конечно, не может не тревожить. Тогда давай посмотрим еще с такой стороны на то, что происходит сейчас в мире. Потому что история, многие думают так, что вот история, это что-то архаичное, да потопное, да мало что, когда было. Сотрем все из чистого лица, листа к светлому будущему. Все это понятно. Но мы же прекрасно понимаем, что история делается именно сегодня и сейчас. А вот как мы ее отражаем, и как мы понимаем, и если у нас историческая память и главное историческая совесть или нет, это бумерангом бьет по нам же самим, часто забывшим, кто мы, откуда мы, что с нами происходит. Вот давай посмотрим, принято говорить, вот у нас, я помню, тут, да при чем тут геополитика, да какая тут, вот тут наши, вот мы все должны строить Европу у нас в Молдове. Во-первых, странно, мы на карту посмотрим, увидим, что мы прямо в центре этой самой Европы. Куда нам двигаться, пусть кто-то объяснит, когда ты в самом центре. Если еще эту карту сложить вдвое, то мы окажемся от Урала до Атлантики, сложи, вот мы посидим. Главное, чтобы этот сгиб не стал разрывом. Так вот, замечательный американский ученый Сэмюэл Хантингтон когда-то поднял, это фурор даже произвело, тезис о столкновении цивилизаций. И мне подумалось, вот если мы на историю нашу, на все посмотрим, ведь Молдова находится на стыке трех могучих цивилизационных пластов западного, восточного, православного и незабываемо южном, тюркском, степном. Это же три мощнейших, могучих цивилизационных мозги. И ведь не зря Дмитрий Кантемир еще, почему вспомним. Это первый академик Молдовы и первый академик России. Он же получил титул академика Берлинской академии наук именно за этот труд. Описание Молдавии, дискрипция Молдавии. И вот он все время говорил, какая мы удивительная страна. Мы на стыке цивилизаций. У нас тут, вот помнишь, мы говорили фамилии наши, и русу, и казаку, и молдавану, и сырбу. И булгару, и татару, кого не возьми. И мы ухитряемся на вот этом страшном стыке. Не только тут через нас приходят орды захватчиков, а мы тут несчастные и бедные. Нет, мы участники этого процесса диалога цивилизаций, слияния культур. Так было, есть и так будет. И это наше удивительное богатство, доставшееся нам исторически. Вот как ты думаешь, вот начало доходить это, и не только до наших политиков, но и до европейских, и других, что Молдова может и должна стать площадкой, на которой вот эти цивилизационные массивы могут соревноваться не в плане разрушения, а в плане созидания. Вот как ты мыслишь? Вот как, возможно такое ли вообще, а если возможно, то почему и как? Ну я считаю, что это единственный выход, потому что, если ты помнишь, в истории всегда считали Балканы таким пороховым погребом Европы, да, откуда приходили очень многие несчастья, и, так сказать, зажигались войны, и так далее, и конфликты, и все. Но, мне кажется, сама история нам подсказывает этот единственный путь. Я думаю, что та кровь, которая оплачена на Ближнем Востоке, на Украине, станет вот этим уроком. Понимаете, вот очень жалко будет, если этот кровавый урок и тяжелый урок пройдет зря. Посмотрите, какие процессы проходят на Украине, да, вот, у наших соседей, да, где, ну, сейчас идет какое-то переосмысление, пересознание, это вижу в выступлениях, как бы еще два года назад, о том, что сегодня, о чем говорят сегодня на украинских телеканалах, было немыслимо просто, просто немыслимо. Знаете, вот, казалось бы, что любой человек, который заговорил бы сейчас о том, что происходит, как бы, что случилось. Идет переоценка того, что случилось и в 2014 году, да, и очень многие уже открыто называют это не совсем победой Майдана, и победой светлого будущего и так далее, и так далее, а называют несколько другими словами, за которые еще в 2014 году могли посадить. И могли, как мы помним, многие политики, журналисты жизнью поплатили. Да, заплатили жизнью за то, что они это говорили, а сейчас об этом же говорят на ток-шоу, об этом говорит и Надежда Савченко, и Саакашвили, и все такие... И даже Юлечка Тимошенко. И Тимошенко, и все многие говорят об этом уже в открытую, да. Ведь, да, действительно мы помним, что мои коллеги, наши коллеги, вернее, и Бузина, и другие заплатили за это жизнью. Заплатили за это жизнью, чтобы вот сегодня эти люди могли об этом свободно говорить, да. Вот, и будет очень жалко, что вот если эти жертвы, брошенные на алтарь, потому что, как писал в своем знаменитом стихотворении Евтушенко, ничто не сходит с рук. То есть, ничто не... вот глупо говорить о том, что... Ничто на земле не проходит бесследно. Да, да. То есть, все оставляет свои бразды. И ты абсолютно прав, что историки, и не случайно очень многие политики и президенты любят в своих советниках держать историка, потому что ничего не нового на этом свете. Все уже когда-то было, с кем-то случалось. Мы уже все это приходили. Другой вопрос, что политики не умеют извлекать из истории уроков, понимаешь? То есть, мы к своей истории относимся, как к какой-то забавной сказке, но никогда не... О которой можно забыть, стереть и пошли дальше. И пошли по новому кругу. Предки наши были дикарями, все это было ошибкой, а вот мы в светлое будущее, с демократией, с свободой. Мы неоднократно занимались граблями. Потом приходили, так сказать... Реальность суровая приходила. Приходила реальность суровая, и она все меняла. Но до реальности суровой приходили такие веселые хлопцы, которых я называю мифотворчеством, знаете, которые занимаются мифотворчеством. Которые рассказывают сказки про какие-то принципы, ценности, про то, что все можно поменять за пять минут. И светлое будущее. И светлое будущее, как завтра, и так далее, и так далее. Вот многие такие... Вот то мифотворчество, которым мы занимались, оно до сих пор еще существует. Ну, вот, допустим, возьмем буквально на этой неделе, у нас собрали, так сказать, политологов, светлые умы наши, значит, самые, чтобы поговорить о Приднестровском урегулировании. Я прочитал потом то, что написал об этом хурале неправительственных организаций, так сказать, господин Тапиола. Он сказал, говорит, 10 лет назад я это уже слышал. Опять поиск внешнего фактора. То есть отрезвение происходит не только у нас, но и в умах таких, как Тапиола. Да, да, да. Тапиола сказал, что 10 лет назад слышал, что упование на внешний фактор, что Европа нам поможет, и еще кто-то поможет, и американцы нам поможут, и НАТО нам поможет привести к знаменателю приднестровцев, да. И то, и это. Как Украина сейчас надеется на Донбасс и прочее. Наивно надеется, да. Вот. Поэтому вот это все там прозвучало, да, и вызвало раздражение утопиола. Они сказали, что, говорят, ребят, ищите между Кишинемом и Тирасполем, так сказать, точки соприкосновения, и решение вопроса, это, как бы, как говорил Остап Бендер, тут самый классный фейнерок, согласие с полным непротивлением сторон, да. То есть вы ищите формулу, которую устроит людей с двух берегов Днестра. И деньги утром, что ли, от вечера, и не наоборот. Вы ищите причин, чтобы этого не делать. Мы, к сожалению, ищем причины. И мы занимаемся мифотворчеством. Почему я с первых дней независимость? Мы устроили Пренестровский конфликт. Мы устроили братоубийственную войну, гражданскую войну. Так же, как вот сейчас украинцы устроили. И мы, для того, чтобы с наших политиков не спрашивать, обвинили в этом мифическую 14-й армию. И до сих пор этот миф существует. Кто мешает объединиться двум берегам Днестра? Ну, конечно, российские войска. С этого этот политический хурал и начался. Выскочил первый товарищ и сказал, скажите, пожалуйста, господа европейцы, нужно убирать эту российские войска или не нужно? Какие российские войска? Какая российская армия? У нас никто не хочет слышать ни о чем. О том, что эта российская армия никогда не существовала. Потому что армия, это не менее 60-70 тысяч человек. А там никогда не было. Там было около 10 тысяч человек. Это были в основном офицеры и прапорщики. И самое интересное, это наши соотечественники, жители Приднестровья. И Молгари. И Молгари. Наши соотечественники. Приднестровья есть Молгари. Дело в том, что воинская часть в Терраспоре, которая существовала, это была кадрированная часть, которая должна была в случае войны набрать армию. Из наших соотечественников. Значит, с ними надо договариваться. То есть, которых кадровики, когда-то выгоняя из Восточной Европы, посылали по месту жительства. Когда мне Лебедь показал вот этот вот список, что вот у нас 75, более 75 процентов, это наши соотечественники. А сейчас и того более. А мы вышли в парламенте даже. Выходил, кстати, я помню великолепно, господин Гимпу и сказал, что это армия оккупационная. И она должна в течение 23 часов покинуть территорию страны. А потом туда послали набранных ребят из сел, которых обманом загнали якобы на сборы. А потом послали почему-то на войну. И кинули. А потом им вручили чемоданы и сказали, чемодан вокзала России. Вот езжай к оккупантам и зарабатывай деньги. В качестве гастарбанта. В качестве гастарбанта. И шли эти деньги сюда, понимаете. Сейчас вот в этой так называемой армии российских войсках служат 1200 человек. Из них 500 человек это миротворцы, которые... А другие, 2-й батальон меняет этих миротворцев. То есть, они меняются через каждые полгода. А еще там 100-200 человек охраняют склады в колбасне, которые тоже нельзя, так сказать, растащить. Потому что нельзя оставить. Опасная эта штука. И европейцы сами первые закричат, если мы вдруг скажем, пусть они уходят, не скажут, а кто будет охранять это все дело. И вот мы всех обманываем, что вот эти 500 российских миротворцев, или там тысяча пусть будет. И Топиола-то понял. Топиола давно-давно это понимает. Потому что мне возник вопрос. Я в фейсбуке написал, господин Топиола, если вам они не нравятся, какого черта вы их финансируете. Прекрасную статью написал, кстати, Бабицкий, знаменитый из «Свободы». Сказал, что вот эта политика Евросоюза по примирению Грузии, Украины, Абхазии, давно вылилась в такое, знаете, вот братство людей, которые ездят туристами за счет Европейского союза. Знаете, они давным-давно уже как бы привыкли к этому. Они на эти все семинары, конференции, колоквиями, там, кофе-брейки, этим занимаются. Но это никакого отношения к урегулированию вопроса не имеет. Не имеет никакого отношения. Потому что прежде всего нужно для того, чтобы решить вопрос, нужно понимать, кто мы, что мы, что мы хотим сделать. Будем мы строить свое государство или не будем. Но, как сейчас выясняется, оказывается, у нас и большая часть политиков, и наши политологи, они не хотят решать приднестровскую проблему. Они не хотят объединения государства. Посмотри, какая реакция была, когда приднестровцы приезжали голосовать сюда. Их привезли. Зачем они нам нужны? Так это же наши сограждане, черт бы, побрал. Даже, помнишь, Чуря, Корнелл Чуря, сказал, его трудно обвинить в любви к Путину, тирану, к России, империи и так далее. Он сказал, ребята, подождите. Это как раз тот реальный случай, когда есть какой-то процесс, который объединяет жителей и левобережье, и правобережье. Это электоральный процесс. Радоваться надо, что люди пришли в нем участвовать. Понимаешь? И тут как-то получается, что эти крики биотийцев, это так называют... Помнишь, фрейдовская оговорка? Когда настолько увлекся кричамши о чем-то, что выдал свою реальную позицию. Да, реальную позицию. Вы не хотите, чтобы эти люди участвовали в нас. Вы фактически являетесь разрушителями нашей государственности. Вместо того, чтобы любые процессы, любые ходы, которые нас объединяют, приветствовать, я бы другое сказал, а побольше бы избирательных участков для граждан нашей страны на, соответственно, левом берегу. Это же сам Бог велел. Потому что это наши люди. Это наши сайте. Вот это и будет. Да, там 200 тысяч имеют молдавские паспорта. А гастарбайтеры, помнишь, у Маечки Сандо вся-то шумела, братья оголтелые. Вот, мол, не дожали, потому как на Западе кто-то не смог проголосовать. А я говорю, ребята, подождите. А 6 всего лишь избирательных участков на Россию, где-то 2 трети. 8, но все равно там полмиллиона гастарбайтеров. Ай-яй-яй, сильная разница. В одной Италии 25. Бессловно, да. Так вот, это громадное количество. 2 трети гастарбайтеров в России, их ориентация понятна, вот для них почему-то никто не создал. Для преднестровцев никто не создал условий. И это считается нормальным. Это вверх лицемерие. Это лицемерие. Это очередной миф. Не, подожди, это не просто миф. Это еще проявление вранья и лицемерия. А миф – оболочка. Миф – это туман вокруг этого. Я сейчас скажу один миф. Давай. Само желание якобы устроить перепроверку голосов, да, и, так сказать, протестовать итоги выбора – это опять очередной миф. Потому что если мы начнем проверять вот это все голоса, как голосовали в Западной Европе, да, Много интересного обнаружатся. Ну да, вот я маленький пример приведу. В княжестве Монако, население которого составляет 30 тысяч, проголосовало почти 2 тысячи молдаван. В богатейшем княжестве Монако, где живут элита, самые богатые люди. Простите меня, на 30 тысяч жителей вот этой самой богатой, да, так сказать, мифы и так далее. Где там взялись 2 тысячи молдаван? Простите меня, вот приехать в этот участок и спросить товарищей, которые организовали там голосование, откуда вы взяли этих людей? Покажите их паспорта. Когда телепортировались, да, когда товарищ голосовал в молдавском селе, а через 20 минут его паспорт всплывал в Париже? Это нормально? Понимаете, великолепно знают они, что не будут они это перепроверять. И те, кто организовал выборы, тоже это прекрасно знают. Потому что, если будут выложены карты на стол, обнаружится очень много грязи. Мало кому покажется. Поэтому, знаете, пошумят, пошумят и успокоятся. Здесь я знаю великолепно, что вот так и будет. Но с Приднестроем, конечно, тут есть один факт. Хочется спросить молдавских политиков. Вам нужна что? Территория или люди там проживающие? А вот тут они говорят, люди нам не нужны. А потому что они по-другому мыслят. Они другие. А я говорю, подождите, может, вам и гагаузы не нужны? Наверное, и гагаузы не нужны. А север Молдовы? А бельцы вам тоже не нужны? Да, я большая. Тогда что? Вам вообще не нужны люди, которые не думают, как вы? Так подождите, мы что, опять сталинское общество строим? Когда всех выстроим, построим, а не согласны к лагерям? Так не получится. Поэтому маятник всегда будет качаться. Кстати, один из моих коллег на Украине, я его очень уважаю, политолог. Он мне объяснил очень следующую ситуацию, такую интересную. Он говорит, как ты думаешь? Я тогда отслеживал очень внимательно ситуацию на Украине. Он говорит, как ты думаешь, почему вот так легко, без единого выстрела ушел Крым? Почему так быстро началась война с тяжелым вооружением, с авиацией, с обстрелами из танков, из тяжелых орудий, из ракет стреляли по этому Донецку? Почему так быстро разгорелся пожар войны? Неужели нельзя было другие методы? И, в конце концов, антитеррористическая операция, она не проводится с тяжелыми вооружениями, да и уже третий год. Нет, еще один вопрос. А где те террористы? Ну, бог с ними. Стой, 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 стой. Смотри, когда мы говорим о террористах, это понимаются какие-то злоумышленники, небольшая мерзкая кучка, и вот их надо мочить там и так далее. А тут все население оказалось террористами. Почему? Оказалось, что для них террорист тот, кто думает не так, как думает он. Ты понимаешь, вот еще есть такой веселый фактор, так интересно, что вот эти террористы, да, оказывается, я не понимаю, как вся украинская армия с ними не может справиться. Они ведь дураки, они ведь идиоты, они же так воюют, знаешь. Они, по версии, если послушать украинские СМИ, то есть они выходят из своих городов, разворачивают пушки, стреляют по своим городам, а потом возвращаются в эти города и требуют борща. Как думаешь, хоть один раз такой номер прошел бы у них, если бы они собственные города обстрелили, а потом возвращались, накормите их. Их, наверное, не пустили бы в эти города, сказали, какого черта вы выходите и стреляете по нам. Если вас послушать. Да, да, если вас послушать. Но здесь другая ситуация. Вот он мне объяснил следующим образом. Ты помнишь, в 2004 году, говорит, майяшник коснулся к западу, да, вот. Да, как по закону, да. Украина поделена пополам где-то примерно, да, в своих пристрастиях. Киев посередке. Киев посередке. Вот у них колебался майяшник. То приходили западники, то приходили донецкие. То приходили западники, то западники. То одни грабили, то другие. Он говорит, если бы не было бы этой истории и с Крымом, да, и с Донбассом, то вот этот провал вот нынешней власти, да, экономический, катастрофический провал, когда там пенсии, зарплаты, десятки раз. Мне просто, я говорю, у меня родственники живут в Ровно, они сейчас приехали, мне просто жалко с ними разговаривать. То, что они рассказывают, это катастрофа. Это страшно. Они там не выживут, они выживают. Понимаете, вот человек радуется, что он устроился на зарплату в 100 долларов, понимаешь? Вот он радуется. Что он хочет какой-то зацепку иметь. Хочет что-то. И говорит, вот больше этой суммы уйдет на газ, на все эти и прочее. Но тем не менее, он говорит, ну я понимаю, ну война же, понимаешь, мы же воюем. Я говорю, подожди, а с кем ты воюешь? Ну вот с русскими. Говорю, ты знаешь, такой анекдот. Говорит, два еврея встретились в Одессе. Он говорит, Изя, ты знаешь, тут телевидение, мы воюем с русским. Говорит, а что русские? Говорит, они не пришли на войну. Они не пришли. Так и здесь. Вот. И эта катастрофическая ситуация, которая случилась на Украине. Маятник, конечно, бы катнулся опять туда. Конечно. И он говорит, тебе не кажется, что вот те, кто пришел к власти в Киеве, специально качнули этот маятник, да, для того, чтобы вот устроили эту всю историю, да, для того, чтобы просто остаться у власти. И остаться у власти вот на этом, именно на этом противостоянии. И причем любой ценой. И что они будут делать, когда, допустим, ну не знаю, допустим, испарится завтра Путин, да, вот не будет его. Он уйдет в отставку, я не знаю, там не будет его. Что, чем они объяснят весь этот бардак. Вот такая же примерно ситуация у нас смотрится. Мы сегодня научились паразитировать на наших проблемах. И пытаемся еще в это дело втягивать внешних партнеров. С теми, с кеми мы должны торговать, дружить, работать и сотрудничать, да. Вот. Мы сегодня пытаемся и развести этих партнеров, да. И сохранить вот эту ситуацию. Развести в плане бордуть. Да, раскола страны, бардака, обвал экономического, разрушение предприятий и так далее. Потому что, понимаете, если выйти на, так сказать, как говорил Михаил Савельевич Горбачев, на случай трезвой сборки, то есть начать разговаривать об этом серьезно, честно. И о реалиях, а не фантазиях. Да, да, да. То слишком много вопросов появится к нашим политикам. А вот для этого нужно придумать мифы. 14-я армия, русские танки Путина, НАТО, Румыния, объединения и так далее. Ходит куча людей, которые рассовывают народные деньги по карманам, да, обманывают этих людей. И кормят народ фантазиями. Выгнала половину населения из страны и рассказывает им эти страшилки. Эти страшилки, конечно, может быть, нашему народу еще можно будет какой-то период рассказывать. Но рассказывать их внешним партнерам уже, я уверен, не получится. Значит, смотри тогда, получается, я не помню где-то в одной из статей, помню что-то случайно, Бог надумал, еще родил такую фразу, потом сам ее как бы слегка испугался, а потом подумал, не, вроде так. Что элиты живут реальными интересами. Им всегда договорятся. А массы живут мифами, которые им скармливают, для них изготовляют эти элиты. И похоже, что вот то, о чем мы сейчас вот говорили, наступает время, когда очередной миф начинает трещать по швам. Вот это дым, флор, вранье, все начинает рассыпаться. Можно ли сказать, что вот это наша маленькая страна, небольшая, вот как помнишь, ты говорил, в маленьком котелке мы малыгом... Быстрее вода закипает. Быстрее вода и мы малыгом. Уже тот большой котел пока сварится. Можно ли сказать, что те тенденции, которые сейчас появились... Кстати, Болгария тоже не самая большая страна Евросоюза. И заметьте, не самая богатая. Да, и далеко не самая богатая. В конце списка и там криминалы, и коррупции. А Молдова, она как ассоциированный называется, что это вообще похуже дела обстоят. Но все-таки не является ли вот победа президентов-социалистов в Болгарии и в Молдове некий вот звоночек, колокольчик, что именно здесь начинают возревать какие-то новые тенденции. И если, скажем так, мировое сообщество поддержит, а мы говорили, что мы на стыке трех вот этих... И, кстати, болгары тоже, да и румыны, и многие вот Карпата-Балканский регион, это и Украина Карпата, и он там западная, кстати, и так далее. Не является ли это и сигнал к мировым лидерам, тому же Трампу, к тому же чиновникам из Брюсселя, ну и фрау Меркель, которая одна из кукловодов там в Брюсселе, для лидеров России неким таким сигналом, что пора вот из России давно раздаются эти предложения. Давайте строить нечто, как я-то понимаю, вроде, я сейчас произношу термин, от которого я тоже сам испугался в свое время думающий, альтернативная глобализация. Да, прогресс нельзя остановить, правда? Это глобальный процесс, науки, технологий, чего ни возьми. Ну не надо бежать впереди теле. Но вопрос в другом заключать. А как строить отношения между людьми? Ты же правильно сказал, создается впечатление, что при Днестрове ресурсы, земля, там все, богатство надо, а люди нам не нужны. Понимаешь? Вот не наступил ли вот сейчас такой момент, вот в чем же Клинтон обвиняла Трампа? Она говорила, мы вот за глобализацию, за это светлое будущее человечества, а вот там все эти россияне, китайцы, индусы, бразильцы, это мировой, внимание, интернационал националистов. И вдруг выходит Трамп, который тоже говорит, подождите, А Америка, где ее место в этом? Оказалось, что сама Америка оказалась вне вот этого процесса. Почему? Инженеры Америки, рабочий класс Америки, менеджеры, люди, которые создавали ее мощь, могущество, оказалось, их надурили собственные финансисты. И они тогда говорят, подождите, ребята, мы всеми нашими авианосцами, мощью всем поддерживаем, чтобы вы свои делишки, миллиарды эти накручивали, богатели, пускайте эти миллиарды в какие-то левые аферы, в том числе сжигайте их излишки в пламени локальных войн, и вот эта конфликтизация идет мира, а говорят, а где эти деньги для американской экономики? А в других странах то же самое, местные элиты, национальные элиты, вот в России, в Индии, в Китае, в Бразилии, они поняли, подождите, ребята, это красивые слова о глобализации, но это, если понять, как глобализация технологическая, прогресс, вопросов нет, но говорит, а что же мы делаем с нашими культурами, с нашими людьми, с нашим этикой, с нашей историей, и мне кажется, что вот мировой процесс сейчас идет по пути поиска некой альтернативы вот этой глобализации, как на основании демократических, либеральных ценностей, люди все-таки возвращаются к мудрости и уму своих предков, к ценностям настоящим, а не липовым, вот тем, что наработаны культурами, и что пора, чтобы эти культуры, эти цивилизации построили свое существование не на базе одни нищают, а другие безумно обогащаются, одни слабеют, а другие безумно усиливаются, а по пути поиска того, что объединяет людей. А что объединяет людей? Вырастить детей, беречь своих стариков, поддерживать добрососедские отношения. Ведь, если взять вот небольшое село и огромный земной шар, разница небольшой. Шапка Гугуца, помнишь, передоанно в Евангелии, он говорит, построил, взять бы такую кушму, качулу и на весь мир поставить, чтобы люди наконец поняли, что иначе эта дорога никуда. Это климатическая катастрофа, это демографическая катастрофа, гуманитарная катастрофа и самая опасная. Вот еще до победы Трампа как-то в мире чувствовалось, что вот это противостояние, помнишь, когда вдруг бесполетными запахло зонами, а в Ливии мы это проходили, в Тунисе. И у меня было такое ощущение, что как-то мир становится все катастрофичнее. И вот после этой победы Трампа как будто что-то прорвало. Пошло в разных странах какое-то новое веяние. Да, мы понимаем, Америка непростая страна, их национальные интересы остаются. Но они прагматичные люди. Но что-то заставило их поменять. Когда у них что-то не получается, они меняют, умеют менять и находить. В этом и Америка, вся суть Америки. А вот Россия и Америка все-таки это основные центры противостояния. Причем не столько военно-экономическое. Морального противостояния. Я всем всегда говорил. Давай, три минуты осталось. За 200 лет истории существования Америки американцы и русские никогда не воевали. Они делали это посредством других народов и других государств. И горе тем государствам, которые подписывались под это дело. Афганистан, Вьетнам и все остальные. Я всегда говорил, что надо иметь мудрость не попасть в эту ситуацию. А для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, надо иметь и мудрость, и мужество. Называть вещи своими минами. И не играть в эти игры. Понимаете, я буду приветствовать любого политика Молдавии, который предложит путь для того, чтобы мы не стали вот этим вот... Местом. Местом, где сойдутся эти жернова. А для этого нужно иметь мудрость. И не нужно делать то, что многие наши политики сегодня делают, поджигая, ради того, чтобы обеспечь свою партийную яичницу, поджигает наш общий дом. Вот этого я не приемлю. Вот этим людям надо давать по рукам. Если мы не хотим вместе сгореть с ними. Они-то уедут. У них уже все там... Дети учатся. В теплых странах готово. Дети могут учатся, где надо. А вот с чем... У меня есть вопрос к своим соотечественникам. Что станет с Родиной и с вами? Вот вы об этом подумаете. И не старайтесь им верить. А в отношении того, что ты говорил, да, вы знаете, знаешь, вот как-то Европейский Союз, я все время думал, что вот они более мудрые, да, вот они не повторяли ошибки Советского Союза. Советский Союз тоже был, из разных республик стоял, из разных народов, с разной ментальностью. В Евросоюзе калька Советского. Причем худшая калька. Да, когда мы экстраполировали одни и те же ценности на латышей, и на узбеков, и на русских, и на украинцев, и на калмыков, то есть мы не подумали о том, что, знаешь, это неправильный путь. Нельзя всех построить под одну кальку. Цари были куда мудрее. Обрати внимание, при царях же уважалось и ислам, и буддизм, и местные. Да, что мы будем говорить. Даже при Сталине некоторые князья, вот как в Абхазии, возглавляли партийные организации, мы же не понимали, что человек там пользуется авторитетом, родовым, и вот он будет управлять. А если туда поставишь какого-то комиссара, там будет бардак. Понимаете? Вот поэтому вот так и делалось. Очень многие вещи делались. Потому что, ну, я понимаю, что Советский Союз, Советский Союз действительно строился в очень таких сложных, в окружении сначала. Да, в сложнейших условиях. Они преодолели вот эту дурость Троцкого, что они там хотели сжечь. И многое было завершим очень полезного в этом историческом опыте. Да, был опыт. Там было и не до... К сожалению, Евросоюз отрицательное все взял, а позитивного что-то нельзя. Ты знаешь, когда я попадал на все эти семинары и даже в Штатах по продвижению демократии и Евросоюзе, я все время своих коллег толкал, а они все были из нашего советского прошлого, и говорят, тебе не напоминаешь, что мы вернулись вот в старые добрые времена к КПСС? Да, да. Мы сидим на каком-то семинаре КПСС и понимаем, что нам втюривает глупость, толдычат глупость, которая не соответствует с грешной землей. С реальными землями. С реальными землями, как мы тогда сидели, помнишь, на этих всех, и сидели, слушали речи этих вот, длинные, пустые, и над этим посмеивались. Но смеяться, как оказалось, можно недолго. Дай Бог, чтобы мы смеялись последними. И не смеялись над собой. Спасибо, Виктор, за приглашение. Итак, дорогие телезрители, закончилась очередная авторская передача «Позиция». Мы очень благодарны вам за то, что мы всеми фибрами своей души с Валерием чувствовали, что там, вот за этим вот, за объективом сидите вы. И ваше присутствие при этом разговоре для нас было решающим. потому что те, кто смотрят нашу передачу, люди не безразличные к судьбам своей страны, не безразличные к тому, что будет с миром и с нами. Желаем вам успехов, желаем вам счастья, и главное, верьте, верьте в то, что победа все равно останется за мудростью наших предков, за нашей совестью и за нашей ответственностью. Благодарю за внимание вечнолюбящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok